Включает у меня ребёнок. Я его открываю, он нажимает на кнопку, всё, он поехал. На сухую уборку пола в квартире журналист Ольга Питкевич тратит буквально несколько секунд. Столько времени необходимо, чтобы открыть мобильное приложение и нажать кнопку «Старт». А дальше к делу приступает iRobot. Этот маленький, но очень усердный помощник у Ольги появился два месяца назад. Ей предложили протестировать новую модель iRobot 966. Теперь семье, в которой воспитываются два маленьких ребёнка, трудно представить свою жизнь без этого ловкого помощника. Он заезжает везде, где открыты двери. То есть он сам найдёт, где он не был, он везде заедет, где только может пройти. Заехал в спальню, убрал под кроватью, что самое большое его достоинство для меня. И вот заехал в детскую. То есть я вижу, что он убрал, где он был, где он не был, если вдруг он куда-то не добрался. То есть и вот каждый день запускаешь, каждый день он будет находить, что убрать. Просто iRobot как в использовании, так и в уходе. Дать команду начать уборку можно, находясь далеко от дома. iRobot будет сообщать на смартфон о своих действиях, а также о выполненной работе. Заряжается пылесос самостоятельно от электросети. Дополнительных средств по уходу за этим чудо-помощникам не требуется. Вообще он показывает, если у него заполнен контейнер. Но в принципе, я после каждой уборки стараюсь его вычищать. Мне это просто приносит удовольствие, что я вижу, сколько уж он собрал. Тут фильтр, тоже мы можем его почистить. Я обычно просто стучу его по стенке мусорника, и он очищается. Все делается очень просто. С первого раза все запомнилось. Вот контейнер. Потом нужно почистить эти валики, ролики, на которых он ездит. Они обычно наматывают мои волосы. У меня длинные волосы. Они попадают обычно не в контейнер для мусора, а вот в эти штуки. То есть их надо просто снять. Ну, меня тоже такой вариант устраивает, потому что, по крайней мере, они в одном месте скручены. Я их просто снимаю, в мусорник выкидываю. Все просто очень делается, вставляется, закрывается. С помощью сенсоров умный пылесос чувствует наиболее загрязненные места. Поэтому может несколько раз вернуться на такие участки. Для уборки квартиры площадью около 70 квадратных метров айроботу требуется 40-50 минут. Был такой момент, что говорили, что да, есть аналоги более дешевые, но они не убирают генерально. Они убирают поверхностно. То есть у тебя есть этот пылесос, он убирается в течение недели, а потом ты раз в неделю все равно устраиваешь генеральную уборку. Ну, вот я такой вариант не хотела, потому что, ну, раз я уже что-то покупаю, то пусть оно тогда уже выполняет свою функцию. Ну, и вот этот вариант, он действительно убирает генерально. То есть у меня нет необходимости доубирать что-то за ним. Подробная информация о моделях iRobot, его функциях и возможностях доступна на сайте iRobot.lv, а также по номеру телефона 202-44-222. Здесь вы можете заполнить анкету для тестирования этого умного пылесоса. iRobot изменит ваши представления об уборке. и отлично. Дальше.